Всем привет! Меня зовут Василиса Дванкова. И сегодня кто последний отпустит свою девушку, победит. У нас сегодня парные соревнования. Я думаю, что по картинке вы поняли, кто сегодня у меня в гостях. Но все подробности вы узнаете чуть позже. А пока у нас время для трех профилей победителей, которые в прошлом видео быстрее всего отгадали дату выхода видео по спойлеру в Инстаграме. Кто не знает, у меня в Инстаграме проходит конкурс. Каждый раз, когда у меня съемочный день, я выкладываю спойлер в Инстаграм. Обычно он выглядит как бумеранг и заливается в истории. И ваша задача, когда вы увидите подобное, ответить, какого числа выйдет именно это видео. Первые три человека, которые ответят правильно, а самое главное, будут подписаны на меня в Инстаграме. Ссылка на который есть в описании. Обязательно переходим и подписываемся. Попадают в мой ролик. Также хочу напомнить, что здесь на канал на мой нужно не забыть подписаться, сделать вот эту вот кнопочку серой и не смотреть видосики без подписки. Ну а теперь мы погнали. Друзья, минуточку вашего внимания. Пожалуйста, вы знаете, что у нас с ребятами запустился канал Фрисби. Самое время одеться, конечно, Сергей. Фрисби, в общем, запустился, и мы уже набрали 100 тысяч подписчиков за две недели. Но мы решили на этом не останавливаться. Раз уж так, то, пожалуйста, давайте за месяц до 11 августа наберем 200. 200 тысяч подписчиков, а? Именно, спасибо и вам. Я так громко не сказала, конечно. Спасибо, брат. Пожалуйста. Короче, пожалуйста, подпишитесь на их канал. Ссылка есть в описании. 200 тысяч до 11 августа. Только с вашей помощью мы сможем этого достичь. Бомбим. Итак, сегодня у меня в гостях Вика, Денис с канала MyPack. Я надеюсь, что вы все их знаете. У нас, кстати, не просто видосики, да, такие вот. У нас коллаборации, и в описании вы можете найти ссылочку на их видос, где я поучаствовала в скетчах. Да, так что обязательно переходите и смотрите. Обязательно. Ой, абсолютно другой формат для меня, но, по-моему, я была неплоха. Но я не видела еще этого видео. Еще не смонтировали. Я посмотрю. Короче, рассказываю вам, что сегодня будет происходить. Ивана, да, вы все знаете. Он сейчас обидится, что я его не представила. Да нет, я даже не знаю. Даже меня не надо представлять. Просто Серега только тебя, наверное, снимал. Короче, смотрите, у нас сегодня парные игры. Мы с Ваней против вас. А поэтому я с Денисом. Нет, так нельзя. Тогда вам выиграть. Это не парные. А вот не факт. Парные игры, типа пары, да, там. О, шип-шип-шип-шип-шип. О, он твой краш. Ваше самое время шиппер. А давайте шипперить и поделим. У нас будет один разминочный раунд и один основной. То есть будет два. Ну, один и один, два. Спасибо, спасибо, что подсказал. Короче, в первом раунде я буду с Денисом, а ты с Ваней. Мы будем привязаны веревкой к парням. И наша задача на платформе, короче, их тащить вперед. И чей мальчик наступит первый на платформу, та девочка выиграла. Очень сложно. Я надеюсь, что вы что-нибудь поняли. Короче, мы будем буксирами для мальчиков. Да, да, да. Сейчас все будет понятно. Второй раунд объясню чуть позже, чтобы не затягивать. Итак, вы готовы? Да. Приступаем. Не дай бог. Ребята там просчитывают вероятность, из какой вероятности они или мы упадем просто лицом на эту платформу. Я надеюсь, что этого не произойдет. Короче, смотрите, ребят, вам руками веревку трогать нельзя, понятно? Серега следит, кто потрогает, тот дисквалифицирован. А, да, да. Ваня уже на просечке. Проигрывает тот, кто первым дотронется ногой до платформы. Ясно? Ясно. Все понятно. Так, ну что? Все готовы? Давай сразу газ в пол. Ну что? Ну давайте на счет три. Раз, два, три. Ну давайте. Нифигаси. Ты что? Ваня, ты что прикалываешься? Это было слишком легко. Ты что, издеваешься? Я слишком жирно, да, спалился? Ты просто пошел вперед, походу. Нет, нет. Это что такое? Ты понимаешь, что мы совместе сейчас бал проиграли? Да, понимаю. Он как-то легко сорвался. Так, ну этот балл, естественно, засчитывается. Может быть, мы просто ради интереса попробуем еще раз? Не, ну бог любит троицу. Может, три раза? Три раза? Типа до двух побед? Или что? Это типа пока вы не выиграете. Я поняла, я поняла. Чистый серег. Так она меня тянет. Я понимаю, что она тянет. Мне же не нас сопротивляться. Надо, надо. А давайте мы сделаем просто хэштег Иван пойми правила. Вот что-нибудь типа того. Пишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я думаю, что у вас сейчас бомбит так же, как у меня. Вы готовы? Ну не знаю. Раз, два, три. Полетели. О! Нет! Меня, Голан, она очень сильная. Да не сильная я. Ты меня не тяни туда. Вась, ты чего упала? Не ноги, ты мне договаривались. Эш, это как цепные шишки. Да нет, нет, так вы должны на месте стоять. Вот так должно быть в первом раунде. Меня затягивает в бурю. Нет! Так. Ёбанка, ты чего делаешь? Всё, порвала лошадь. Ты же понимаешь, я чуть её не стукнула. Я даже не знала, что так может получиться. Я всё мокрая. Блин, мы что, проиграли? Да, потому что ты кусок. Мне очень жаль. У меня, кстати, плёнка порвалась. Ты так яростно тянула, ты вообще монстр, если честно. Слушай, Дениса вообще не сдвинуть. Они потом начали назад нас тянуть. Мне просто прилетело по башке. Это, по-моему, был Стёб над нами. Так, друзья, у нас тут на месте просто родился второй раунд. Теперь их будет три. Мы просто поменялись местами. И, соответственно, правила все те же самые. Только мы тянем назад с Викой, а Денис и Ваня тягачат вперёд. Вань, понял? Теперь вперёд надо тянуть. Не назад идти? Я сейчас назад побегу. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь. Давай, мы проигрываем. Надо счёт сравнять, Вань. Чё, парни готовы? Парни готовы! Эти пчы на заряде. Давайте на счёт три. Раз, два. Блин! Савай, савай. Давай, в копилке. Ещё раз. Куда ещё? Давай. Подожди, мы бы сравняли счёт. Попади. Молодец, понял, что делать. А чё, мы типа ещё раз? У меня Ваня сильный на самом деле. Просто немного не понимает, что делать. Не всегда понимает. А когда понимает, всё получается. Раз, два, три. Да, ё-моё! Я не могу впираться, землю. Всё, это не моё. Я не могу впираться. Ну, ты тоже был хорош. Ты тоже. Давай, давайте все, да. Хоро, да. Хоро, да, да. Ну, чего, один-один. Так, из первых двух раундов мы выходим со счётом, да, один-один. И переходим к третьему, самому важному раунду. Который, кстати, у нас в бассейне будет. Мы сейчас с тобой помочимся немножечко. Но сначала помочимся мы. Раздетые женщины и одетые мужчины приступают к следующему раунду. Угадайте, что сейчас будет происходить. Чё? Короче, мы сейчас точно так же будем связаны, только лицом к лицу и уже в своих парах. Вы вместе. Лицом к лицу так связаны будете? Да, конечно. Нет, мы будем, ну, в смысле, блин, баня, сейчас не бить. Я думаешь, как так нос? Не бить. Да, да, нос, нос. Они же втыкруют. Нос, рот. Короче, вот так вот мы будем живот к животу связаны на расстоянии. Девочки встают на край бассейна и отклоняются, чтобы не стоять на своих ногах. Мальчики их держат в это время, понятненько? И во время этого, так как я думаю, что стоять будет достаточно просто, будут задаваться каждой паре вопросы. Серёга, наш ведущий гениальный, будет задавать. Другой ты не тому послал. Да нет, да он приблизил меня. А, Серёга, давайте поприветствуем Серёгу. Да он уже был, всё. Давайте поставим лайк сейчас под этим видео. У меня вопрос, а кто будет проверять правильность ответов? Серёга знает правильные ответы, Серёга готовил, Серёга готовил вопросы, знает ответы. Соответственно, та пара, которая ответит на меньшее количество вопросов, мальчик, ну ты, например, вы ответили на два, мы ответили на три, ты должен Вику отпустить и всё проигрыш. Нет, что мы убьём? Примерно вот так. Но мы решаем вопросы в парах, типа Вика, которому Вика тебе помогает. Ты показала, мы решаем вопросы, типа. Мы решаем, мы в этом видео решаем вопросы, да, чтобы мы понимали. Короче, я надеюсь, что всем всё понятно, давайте крепиться и приступаем. Нет, если честно, вообще ничего не понятно. Я сейчас тебе персонально ещё объясню, уже мне кадры. Хорошо, хорошо. Ребят, мы связались, у нас немножко разной длины получились верёвки, но сразу хочу сказать, что это никакого отношения или влияния не имеет, поэтому никто не играет нечестно. Вика с Денисом решили, что они будут отвечать первые, мы им дали право, как гостям, выбирать. Первые смелые. Первые смелые. Мы сейчас с Викой немножечко отклонимся, чтобы не стоять на своих ногах и быть в балансе, и начнём. Так. Первый вопрос. Начинаем? Ты, Андрей, вы готовы стекать? Конечно. 40 секунд. 40 секунд? Что-то много. Ну ладно, 40 секунд. Окей. Давай. Первый вопрос. Какой материк омывается четырьмя океанами? Давай, засыпай еще. Четырьмя океанами. Материк. Африка. Конечно. Африка. Материк четырьмя океанами. Ребята, это же школьные вопросы. А вы Африка, короче. Африка? Да. Вы что, из Африки, что ли? Ну, чем того. А может, новая Зиманция? Ну, вот это неплохой материк. Ребята, вы ответили неправильно. И Денис, делай шаг вперед. Какой правильный ответ? Правильный ответ Евразия. Назад, назад. Нормально. Нельзя уже. Нельзя уже. Нельзя уже падать. Нельзя уже падать. Жить. Ваня, Василиса, ваш вопрос. Самая высокая вершина земли. Отвечай. Че, ответьте. А че, а че ты? Че ты, не знаешь? А, подождите, может, у Верест? Не гора, вершина, то есть, это не обязательно прям гора. Короче, я объясняю. Эльбрус хотел сказать, это самая высокая вершина Европы. Песни про Европу. Давай быстрее, объясняй. Вопрос, ответь рукой. Эверест. Нет. Джамалунгман. Нет, нет, нет. Высшая вершина, 8000 метров. Так это, это на Вересте она. Тебе же не гора сказали, а вершина, не спорь. Давайте сейчас, давайте загуглим. Где Джамалунгман. Нет, нет, просто это типа одно и то же, просто, возможно, я ошибся в формулировке, но место это одно и то же. Нет, ну, как бы, если что. Я же Вересте зачтел, как бы. Да. Иван был прав, Джамалунгман, это и есть Верест. Папа, не повезли. Нам зачистую забаву. Пятерка по географии была. Да, Джамалунгман, это по-тибетски, китайски, ну, это, то есть другое название, по-английски Эверест. Огонь. Красавчик. Красавчик. Успех. Когда чувствуется, что они с одной командой. Давай, да. Вика и Денис, ваш вопрос. Сколько законов Ньютона существует? Я знаю. Ты же знаешь, что он видит. Сколько? Спасибо. Я понял. Я же не знаю, что он видит. Я не знаю, что он видит. Я не знаю. Три учила? Два точно есть? Ну, она три учила, говорит. Два я просто даже формировку понял. Давай, короче, три, да? Отвечаем три? Давай два. Так на какой ты еще учила тогда? Ха-ха-ха-ха. Может законку ловить? Ребята, время, время. Время, давай. Два. Три. Почему ты не уверена в себе? Три. Ты же учила три. Ты же учила три. Три, короче, давай. Ребята, почему я должен вас вытаскивать? Три. 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 Молодцы, правильно. Вопрос Василисе Ивану. Что выкрал Прометей у богов? Огонь. Черт. Я уже слышал три. Черт. Молодцы, огонь, да. А я, кстати, не знал. Ну, если честно. Вика, Денис, ваш вопрос. Проходной вопросик. Я сегодня на вашей стороне. Да. Какой по счету от Солнца является Земля? Я знаю. Слушай, эти вопросы были в какой-то... Ответ какой? Ответ какой? Я не знаю. Сейчас. Три. 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 Четвертая. Я не буду гадать. Четвертая. Ну, я гадаю. Ну, давай. Какой правильный? Четвертый. Надо было стоять на своем. Три было Ньютона и третья здесь. Третья. Ты готов? Меркурий, Венера, Атселя. Очень жаль, ребят. Пятками уперись, я буду делать шат вперед. Да, давайте шаг. Да, давайте шаг. Иван и Василиса. Ваш вопрос. Кому принадлежат слова «государство – это я»? Александр Первый. Василиса, у тебя есть вариант. Ну вот, повторение, повторение. Это было неправильно. А, не русский, что ли? Или кого-то русского, мне кажется. А может, и я наоборот. А, погоди, а вроде я не русский был. Давай не словами скажи. Ну, скажи. Ну, какой? Их там много. Ну, 14-й, да? Самый популярный. Ну пусть будет 14-й. Федовик 14-й. Ты что? Ты знала? Нет. Федовик 14-й. Да ладно? Ура! Сейчас они уже напишут, типа, что-то не то, как тоже. Да-да, у меня походу, сейчас это слеты. Да нет, блин. Вопрос Вике и Денису. Назовите прозвище Владимирского князя Всеволода, правившего в 12-м веке. Прозвище князя Всеволода. Его любимый князь. У него довольно смешное прозвище. Солнышко какое-нибудь? Что-то типа того, да. Да, но не Всеволодчик, правильно? Можно откройте, как бы я выслушал? Я... Да, мы поняли. Князь Всеволод. У вас есть вариант ответа? У меня есть. Не, щас. У него было очень много детей. У него очень много детей было от этого прозвище. Такое. Где-то дел. Где-то дел. Мне кажется, в школе все смеялись над этим. Так, время у вас уже вышло. Мы сдаемся. Да, его прозвище было... Это Всеволод Большое Яйцо. Гнездо. Всеволод Большое Гнездо. Вышад вперед. О-о-о-о-о-о-о-о! Это у нас вообще... Фатальный! Так, ребята. Ваня, Василиса. Пройдем по столицам. Любимая рубрика Василисы, да. Помните столицу Бельгии? Брюссель. Это твой ответ? Деньги. Давай, чего ты так уверенно отвечаешь? Ребята, кто такой же Ноль столицы, как у меня? Пишите в комментариях хэштег ЯНОЛЬСТОЛИЦА. У меня пальцы булозона. брюссель как капуста это неправильно будапешт это венгрию чуваки но у вас там не сходятся кто-то учил ответы кто-то учил вопросы вам надо было коннект какой-то ну это вот эти вот сайты просто это проверять реально серега был неправ так ребята ваш вопрос конбера сидней или мельбурн является столицей австралии что из этих конберра сидней не вам вопрос задавали его да 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 лёха бы сейчас ответил да можете позвонить позвонить позвоните лёхе прям щас мельбурн мне сказала позвони лёше пожалуйста мельбурн это ваш окончательный ответ мельбурн звоним лёхе просто мельбурн это у вас познания вообще да ваня василиса по какому закону одно заряженное тело притягивается к другому закон притяжения притяжение кулон электричество заряд кулона время идет ну смотрите мой резервный вариант который если что он будет это закон кулона но я отвечу закон ньютона ну на кулон дай поскал он отключательный ответ лона а из макфак ю мазафака битва и мазафак все вопросов больше нет вопросов больше нет только дениса не тяни ни разу когда будешь подать что-то учился в школе а кто-то купается в бассейне и за радость за радость просто поплавать ну что друзья на этом наше соревнование завершено мы сегодня удивительно победили это команда а все так хорошо начиналось а все так хорошо начиналось я конечно предлагаю сделать реванш только вопросы будем мы готовить для вас а вы для нас и тогда будет прям реально очень круто давайте наберем много лайков под этим видосом давайте наберем 50 тысяч лайков и мы реально просто можно даже без наказания просто зарубимся чисто да просто будет реванш матч реванш короче ждите давайте ставьте лайки обязательно не забывайте перейти в описание посмотреть видос в котором я у Вики с Денисом поучаствовала подпишитесь на их канал и не забывайте что мы все вас очень любим пока 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 Продолжение следует...